Добрый день! Сегодня рассмотрим занимательную головоломку от Лан Лан в такой опять безымянной коробочке, без всяких опознавательных знаков но написано Windmill Cube Ранее я подобные наклейки не встречал, наверное растут Также сам кубик был в пленочке, чего от Лан Лан я тоже особо не встречал Ну а так, пока на этом из преимуществ все по сравнению с предыдущими головоломками Много было рассуждений у любителей головоломок о том, что же это такое То ли обычная тревушка, то ли какой-то более хитрый механизм Внешне кубик похож на что-то вот такое Gemini Fog Corners, если не ошибаюсь, называется Хочется повращать вот так, но вращается он вот так И здесь похожие вращения какие-то есть Были предположения, что это что-то более хитрое Что здесь есть какие-то дополнительные элементы Но мне сразу казалось, что это обычный Shape Mode 3х3 И так оно и оказалось Это обычная трешка и более всего похожа на Axis Cube Вот такой вот и собирается примерно так же Я разок уже успел собрать Название Windmill Cube, то есть мельница Мельница это вот так Почему мельница? Потому что похоже И все Есть головоломка, которую я не помню как называется Но вот как Fisher Cube И так на каждой грани И вроде бы на нее кто-то ссылался, что есть у них какое-то родство У меня той головоломки с Fisher'ом на всех сторонах нет и не было Она серийно вроде бы не производится Поэтому сравнить не могу Но Windmill Lan Lan Который также называют Curvy Windmill Но на коробочке просто Windmill Так что так его и оставим Это обычный 3х3 Ну как обычный Shape Mode 3х3 Который интересно выглядит Был недавно вот такой Ромбо Dodecaidron от Lan Lan Который больше похож на Master Morphix Что-то в них общее есть Этот же похож на Axis Cube Ну и давайте посмотрим, почему я так решил Сдвинем К центру примыкают 4 ребра 2 одноцветных, 2 двухцветных И 4 уголка Из которых 3 одноцветных и 1 трехцветный С нижней стороны все так же То есть ровно то количество элементов Которое и должно быть на кубике 3х3 Здесь большой центр, ребро Большой центр, ребро Большой центр, ребро Ну и уже по кругу 2 ребра одноцветных 2 ребра двухцветных Ну давайте посмотрим на Axis Сдвигаем Центр двухцветный 2 одноцветных ребра 2 двухцветных 4 угла 3 из них одноцветных 1 трехцветный Ну и средний, нижний слой Все то же самое И получается, что Lanlan Windmeo Cube Это тот же Axis Который более приятно, наверное, не так страшно выглядит Такая форма при сборке Еще немного сбивает Что, наверное, добавляет интереса Ну, давайте соберем Да посмотрим Как это происходит Вот у нас Собранный кубик Вращаем Теряет свою форму Вращается, кстати, хорошо Не всегда такое можно сказать О головоломках Lanlan Но вращается неплохо Срезка углов Здесь, конечно, все не так радужно Ну и форма сложная А так Локапы какие-то Ну не так удручают Ну вот какое-то Перемешанное состояние Давайте соберем Начнем с какого-нибудь Центра Вот Белый, синий, красный Он здесь трехцветный На Axis Центры только двухцветные Не сильно хуже Ну вот Одно ребро Уже на месте С вот этой Ну с длинной стороны Одноцветные Значит сюда должно быть еще Синее Вот у нас синее ребро Ставим как-нибудь И проверяем Не подошло с одной стороны Значит подойдет с другой Разворачиваем И вот два ребра креста Уже есть Сюда должно быть Сине-красное Сюда Бело-красное Какое раньше найдем Вот бело-красное Так Подошло сразу Сине-красное Ищем Тоже подошло Вот крест Пока он неправильный Объединяем Ребра С центрами А бело-красное К этому не подойдет Ну вот К этому подойдет А здесь еще подошел центр Здесь нет Здесь нет Ну Как обычно В шейп-модах Три на три Разворачиваем центры Чтобы по форме Совпадало Здесь это так же Интуитивно Отводим в сторону Поворачиваем Синий Длинной стороной И возвращаем Ребро Есть Здесь Поднимаем Отводим в сторону Сине-красная Сторона Должна быть У центра Вот такая Так Стоп И вот Крест Становится Правильным Далее Собираем Первый слой Второй слой Любыми способами Доступными Уголки Все маленькие Ну трехцветный Уже стоит на месте Вот у нас Одноцветный Белый Попробуем Поставить По форме Не подошел Значит нужно еще Покрутить Пиф-паф Я еще здесь Не выводил Какие-то Последовательности Поэтому Интуитивным Способом Просто вращаем Пиф-паф Пока Не встанет На место Видим Ребро На месте Но стоит Криво Замечаем Что ребра Симметричные И только Наклейки Задают Нужную Ориентацию Позже Переставим Давайте с углами Разберемся Вот этот Можно Уголок Поставить Таким образом Так Синий Синий Можно Так же И еще Так Это стоит Стоит А Первый слой Готов Уже Неплохо Собираем Второй Сюда Требуется Красное Ребро Оно стоит В другом Слоте Нехорошо Сюда Желто Синее Есть Такое Понятно Что Вот так Нужно Но Всегда Можем Проверить Наклонить Ребро Если все Подходит То С левой стороны Значит Будем Делать Ангоритм С 3 на 3 Отводим В сторону Поднимаем Возвращаем Возвращаем Вот у нас Получается Такая Вот Пара Отводим Здесь Есть Даже Небольшая Резка Углов Неплохо Но Ребро На месте Поднялось Оранжевое Подводим Поближе К своему Месту Ну и Здесь Проверяем С этой Стороны По форме Не Подходит Значит С другой По форме Подходит Значит Опять Делаем Слева Этот Алгоритм Отводим Поднимаем Возвращаем Возвращаем Отводим Пару Готово Давайте Красное Здесь Его Справа Можно Поставить И Нужно Отводим Пара Немножко Разъезжается Так Ну и Развернуть Вот это Ребро Из Авто Возьмем Алгоритм Первые Два Слоя Как В любых Шейпмодах Ну и Дальше Как Аксис Мы Видим Одно Ребро Стоит На Месте Нужно Переставить Три Остальных Кто Кто Не Утверждал Другое Но Быстрее Переставить По местам Потом Ориентировать И еще раз Переставить Чем Проверять Ориентацию Каждого Ребра К примеру Вот Эт Правильно Ориентировано Вот Это Правильно Это Правильно Они Что Все Правильно Ну Повезло Расставляем По местам Против Числовой Стрелки Обычная Рыбка Не Пришлось Ориентировать Ребра Это Делалось Обычной Палкой Либо Голкой Остается Только Переставить Уголки Вот У нас Верхний Слой Один Угол Стоит На месте Неправильно Ориентированный Ну Эти Надо Переставлять Видно Что Базовый Алгоритм За один Раз Не Переставит Но Я Все Равно Сделаю Именно Им Чтобы Не Запутаться Здесь Легко Потерять Ориентацию В ходе Движений Берем Вот Этой Гранью На Себя Угол Которая На месте Слева Сверху И Выполняем Алгоритм С 3 На 3 Д2 Прошу Раз Ошибся Именно На Д2 Есть Такие Короткие Движения Вот Мы Разок Переставили Очевидно Не Собралось Делаем Просто Еще Раз Уж Р По Уголку Смотрю Д 2 Р Штрих У Р Д 2 Р 2 И Остается Развернуть Два Вот Этих Угла Здесь Нет Одинаковых Элементов Каких-то Симметричных Элементов Чтобы Возникали Псевдо Паритеты Поэтому Это Чисто Аксис Одновид Страшный Решение Примитивное Ну как Для Шейпмода Есть И посложнее Развернем Пиф-пафами Правая Грань Левая Грань Делаем Пиф-пафы Р У Штрих Р У Р Штрих У Штрих Не Развернулся Делаем Еще Делаем Делаем Штрих Развернулся Уголок Подворачиваем Следующий Делаем Еще Два Пиф-пафа Штрих У Штрих Р У Штрих У Штрих Ну и Вот Виндмюг Куб От Ван Вана С одной С одной Стороны Ну слегка Разочаровывает Что это Обычный Шейп-мод 3х3 Или Шейп-мод Аксиса А с другой Этот шейп-мод Ничем Неплох Собирается Достаточно Интересно Несложно Вращается Неплохо Стоит Ну не очень Дорого Хотя мог бы И дешевле Так что Для Коллекции Вполне Может Подойти Ну а По сложности Обычный Шейп-мод 3х3 Обычный Аксис Куб А на этом У меня все Всем спасибо Всем пока Продолжение следует